Ну что ж, теперь к другим итогам недели. Корреспонденты новостей ОТС, как обычно, подготовили обзор самых интересных событий, для каждого из которых нашлась своя номинация. Смотрим. Премию президента России в области науки и инноваций получил новосибирский ученый Никита Кузнецов. В лаборатории, где он работает, изучают ферменты, которые способны повлиять на структуру ДНК. В конечном итоге здесь рассчитывают получить препарат, который способен предотвратить онкологические заболевания, защитить от радиации и других облучений. Первое в регионе отделение палеотивной помощи открылось на базе Баршевской участковой больницы. Отделение может принять 30 тяжелобольных, которым требуется длительное лечение и реабилитация. Больные будут находиться здесь до 28 дней. После этого, по показаниям, курс лечения может быть продолжен. Руководители новосибирских автошкол планируют обратиться в суд. После введения новых требований, десятки учебных заведений не работают уже около полугода и несут убытки. Руководители автошкол жалуются на излишнюю придирчивость проверяющих. Когда в регионе обучение будущих водителей возобновится в прежних объемах, пока остается загадкой. Больше 70 жалоб на дорогие продукты питания поступили с начала года в антимонопольную службу. Также множатся обращения новосибирцев по поводу вирусной СМС-рассылки. Специалисты продолжают проверки торговых сетей, однако пока что в нашем регионе фактов необоснованного повышения цен не выявлено. Что касается рекламных СМС на нарушителей закона о рекламе, уже наложены штрафы на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Единственный в России. Молодежный парламент совсем скоро начнет работу в Новосибирске. Первая сессия пройдет уже в марте. Предполагается, что молодые депутаты будут выходить с законодательными инициативами в органы власти всех уровней, а также представлять интересы молодежи в законодательном собрании региона. Избавить своих клиентов от хождения по инстанциям обещают в пенсионном фонде. На этой неделе специалисты презентовали новую услугу «Личный кабинет». С помощью интернета можно будет не только получить всю информацию о своем трудовом стаже и накоплениях, но также подавать заявления, заказывать документы и при необходимости предварительно записываться на прием. Также после доработки раздела заявление на установление и выплату пенсии можно будет подавать в электронном виде. Широко обсуждаемый фильм «Левиафан» близок к провалу в прокате. Кинозалы полупустые, некоторые сети кинотеатров уже отказываются от показа ленты. Одной из основных причин специалисты называют появление копии фильма в интернете перед премьерой. За короткий срок ее скачали и посмотрели около полутора миллионов пользователей. Бывшие обманутые акционеры ЦУМа вышли на митинг на главную площадь Новосибирска. Люди узнали о том, что все обвинения против бывшего директора магазина сняты по истечению срока давности. Причиной затяжного судебного процесса была недополучная прибыль акционеров и продажа здания по дешевке. Если уголовное дело в отношении бывшего руководства не будет возбуждено, акционеры грозят объявить голодовку. Утром во вторник в Первомайском районе обрушилась крыша авторемонтных мастерских. К счастью, людей в этот ранний час помещения еще не было. Рухнувший потолок раздавил несколько стоящих в боксах машин. Площадь обвала составила 300 квадратных метров. Проезд на территорию был тут же закрыт. Спецтехника приступила к разбору завала. Причиной обрушения стала изношенность конструкции и погодные условия. В регионе завершено строительство инфраструктуры для цифрового телевидения. Зона покрытия составит 97% территории. Так, на сегодняшний день Новосибирске в высоком качестве уже показывают 20 каналов. На остальной территории области пока доступно только 10. Всего с 2011 года в регионе построили больше 30 новых телестанций и реконструировали 28 действующих. В этом году новую станцию обещают достроить в Искитиме.